Допьем кофе вон, видите, пьем кофе, сейчас вот Вика заполняет анкеты в США, короче, да. Анкеты вот сейчас заполняем, но это пока черновик, вот, после этого отправляем там в контору, они все проверяют и после этого будет собеседование, вот, да, здорового. В Майяне, Нью-Йорк, Сан-Франциско. Да, да. Шикаго. Адрес, по которому планируете остановиться? Адрес? Пока не знаю, пока пробил. На Аляску поедешь, не, Бостон, да, может и в Бостон, хрен знает, посмотрим. Пентагон пиши, Серега. Пентагон, ну да. Это у меня случай, короче, был у меня приятель, пошел в американское посольство, и это самое, ну, стал тоже там подавать документы на визу, и у него мальчик с ним, сын был маленький, и они пришли, как бы, в посольство, мальчику дали там фломастеры, раскраски какие-то, бумажки, вот, ну, и он там сидел, рисовал, рисовал с инишкой, короче, там разные самолетики, там что-то там, бомбочки, танчики, короче, они заходят на собеседование, и у него там этот, ну, в посольстве чувак спрашивает, говорит, а что это мальчик, говорит, у вас тут нарисовал, а мальчик, говорит, а вот я, говорит, нарисовал ракеты, говорит, вот нарисовал танки и бомбы, мы когда поедем с папой в Америку, говорит, мы будем там взрывать бомбы, говорит, будем взрывать там танки и самолеты и все остальное, ну, короче, визы ни хрена не дали, прикиньте, вот такой случай был. Так, ну ладно, пошли, короче, на балкончик. Так, что тут у нас, какая погода. Посмотрите, ребят, какая красотища, вид на миллиард, точно. Шил, вспалил у тебя в холодильнике, выгинил, зачем он тебе? А мы сейчас у Вики спросим, зачем он ей нужен. Ну, вот такая вот красотища, ребят, красиво, красиво, да? Налево поверни, налево, это куда, сюда, что ли? Давай, повернем налево. Вот такая вот видуга здесь, смотрите, да? Сейчас фокусируем, да. Засветил свой вид на миллион, ну да, два сантиметра, разве это вид? Пожалуй, лучший вид на миллион, ребята, вот так вот. А для кого-то это просто вид из окна. Африка на связи, да, ребят, привет. Леху он убьет. Зачем в США собираешься, он давно хотел поедать. Как дела, Серега? Да, very good, very nice, что мне? Как дела? Отлично. Так, пойдем, кстати, по поводу вот этого лекарства спросим. Давай, спросим. Вик, спрашивают по поводу вот этого лекарства в холодильнике, как оно там называется? Вагатюк. Вагатюк, кстати, да, я его сейчас покажу. Сейчас я его покажу, чтобы вы в курсе были. Сейчас. Вот это лекарство. Вот оно оно. Называется оно Вагатил. Вагатил, да. Я, если честно, его использую для уничтожения стоматита во рту, потому что когда брекеты, очень здорово помогает от стоматита. А ты как? Что скажешь? Для чего оно? Это кислота 0,9%, которая используется для прижигания любых эрозий на слизистой полости рта. Если ее использовали раньше в гинекологии, то это должен специалист на кресле для обработки эрозии. Но сейчас есть современные более вещи для обработки эрозий. А эта кислота очень хорошо при наличии каких-то царапин, угревой сыпи, просто имейте в виду. Но не всегда найдешь это лекарство в аптеке, потому что это кислота. Как любая кислота, это опасное вещество, поэтому его был период, когда его вообще не продавали. Вагатил в стоматологии используют? В стоматологии для прижигания авт, порезов, щеткой его травмировали, стоматитов. Оно прижигается и сразу дубит. Вот такое классное... По себе скажу, его еще хрен где купишь, то есть в основном в Европе продается это лекарство, то есть в России еще надо его найти. Но смысл в чем? Можно больше производить. Особенно когда брекеты, да, постоянно что-то натирает. Нет, я в пардонтологии его постоянно использую. И при полировке плом, когда полируешь, касается диск, щетка, слизистый, раз, чуть-чуть обработал, сразу дубище, это никаких распространений. И вообще супер препарат, и мы страдали от того, что его потом запретили, и трудно было найти его. А так Польша производитель. Польша. Вот вам и ответ на часто задаваемый вопрос. Все, ребятки, чао, пока. Любим вас. Все, будем дальше заполнять анкету в США. Пока, чао. Скоро увидимся.